Самолёт Ан-2 готовится к вылету, а в это время инструкторы авиалесоохраны проверяют снаряжение для прыжков с борта. Смотрят, всё ли в порядке с парашютом, а затем перебинтовывают ноги. Это помогает избежать травм во время приземления. Подготовиться к первому борту прыжкам и пройти отцепку с наземкой. Наземка — это проверка каждого парашютиста, умеет ли он группироваться во время приземления. Пожарные прыгают с небольшой ступеньки и делают кувырок. Сперва это может показаться странным, но именно эти движения имитируют удар о землю. После того, как все прошли наземную подготовку, лесной спецназ надевает экипировку и садится на борт Ан-2. Всего инструкторам за время учений нужно совершить 12 прыжков. Приземлиться необходимо на обозначенную местность. Кроме точности оценивается техника спуска и выхода из самолета. Мы находимся на месте предполагаемого пожара. Парашютисты десантируются с неба в огонь. Участникам тренировок нужно приземлиться в четко указанный квадрат с высоты в тысячу метров. Помимо самого парашюта весом 18 килограммов, за спиной специалиста ищут целый ряд экипировки для борьбы с огнем. Самое главное это у нас еда, чтобы можно было восстановить силы. Это инструменты пожаротушения, лопата, ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы, воздуходувки. Это основное у нас лопата. Это наш лучший друг и товарищ. В тренировках участвуют пожарные из Московской, Омской, Амурской и Иркутской областей. А также специалисты из Забайкальского края и Республик Марий-Эл, Якутия, Бурятия и Хакасия. За плечами многих уже больше сотни, а то и тысячи прыжков. Старший инструктор Вячеслав Ильяков делится. В его карьере пожаров было так много, что их ужас не откладывается в памяти. Скажите, самый страшный, самый масштабный пожар, который тушили? Да, все они нехороши, если честно. А какой больше всего запомнился? Не один. Помнятся все так мельком, знаете. Один в своем плане, другой в другом. Где-то было очень тяжело, где-то еще тяжелее. Легких пожаров не бывает, наверное. В этом году Красноярск впервые стал центром парашютной и десантной подготовки Федерального резерва авиалесоохраны. К новому пожароопасному сезону подготовят более 700 парашютистов и десантников федерального уровня. Команды пожарных должны быть готовы к тушению сложных очагов в любой точке России к 1 апреля. Никита Тимонин, Владимир Антонов. Новости ТВК.